Евгения дала возможность мужу переночевать дома, но в эту ночь всем было не до сна. Я не сдержалась, я надавала ему пощечин. Не только за это, а за все, честно. Заварь, чужие дырки, это нормально. Ты тварь, ходишь, ищешь легких денег, стриптиз танцуешь, перед непонятно кем. При этом ты приходишь, бьешь меня по лицу, ты ничтожество в моих глазах. Для меня мужчина и то, что я увидела, это несовместимые вещи просто. Когда ты раздевался и трет, тряс своей б***ю, прекрати! Почему я должна прекращать тогда, когда ты этого хочешь? Когда ты бил меня. Золчи, б***ь! Тебя попросили, зажгнись! Зажгнись! Я тебя бил, да? Было такое? Было такое? И что? Да, он стерпел. Стерпел только лишь потому, что была такая ситуация. Другой бы ситуация, он бы меня размазал по стене, я уверена в этом. Недостаточно того, что ты раздевался перед ней. Ты сидел с ней на постели и хладил ее по спине, а мне этого достаточно! Я говорю, нахрен, ради чего я наделал! Он сейчас! Сейчас опрасно ушел отсюда! Я не хочу видеть тебя! Знаешь, что мне стыдно? Что я реально не к***ю! А-а-а! Ты не достоин стоять рядом со мной! Так отвали! Сам возьми и отвали! Так отвали от меня, че ты не хочешь? А-а-а-а! Я по полигонам. Это однозначно. И я считаю прийти естественным. А тем более в силу моего возраста. Он не понимает, что такого рода заработки унижают его в моих глазах. Следующим утром я отправил за Александром машину. С этого момента супруги будут жить раздельно. И я рекомендовал им не общаться друг с другом. Что, кого-то похоронили? Че молчи? Я хочу, чтобы ты ушел. Угу. Навсегда? То есть ты хочешь расстаться или что ты хочешь? Че-ка сейчас это понял? Я сказала, уйди из моей жизни, Саша! Ну все, я услышал. Пока. Взрослые люди. Да-да, нет-нет. Я не из тех, кто будет мусолить. Нафиг нам надо. Все, хватит. Все делают из меня какого-то такого тирана, не знаю, приукрашивая то, чего нету. А ее ставят жертвой. Он не считает, что он в чем-то виноват. Я не хочу с ним контактировать. Я достойна лучшего. Просто-напросто. Это ее выбор и ее ответственность. Окей, хорошо. До свидания. В данный момент я сделал выводы и тоже положил ***. Вот и все. Сейчас Евгения не может простить Александра. Ведь он предал ее дважды. Нарушив свое обещание, никогда больше ей не изменяли. Живя в гражданском браке с Евгенией, вы изменяли ей? Да. Это правда. Когда это произошло, честно, я думала, что все развалится. Я не хочу терять Евгению, потому что я люблю ее. Я могу предположить, чем в итоге закончится эта история. Первый вариант – это то, что происходит с супругами уже три года подряд. Они ругаются, мирятся, но старые проблемы и конфликты так и не исчезают. Второй вариант – это окончательный разрыв. Ведь, возможно, на этот раз Евгения так и не сможет простить мужа. Есть третий вариант – это счастливые отношения. Но к ним можно прийти только в том случае, если каждый из супругов решит работать исключительно над собой. Я приму любое решение пары. Но сейчас моя задача направить их и поддержать на пути личностных изменений. Александр привык, что жена о нем заботится. Но теперь ему все предстоит делать самому. Он еще не осознает, что отныне ему придется взять ответственность за свою жизнь на себя. Я решил, что Александру будет полезно жить не в гостиничном номере, где за ним будут убирать и приносить завтрак, а в обычной квартире. Без всяких излишеств. Так, светленько. Думаю, он лучше разбудится. Ну, скажем так, меня устраивает вообще. В целом, нормально, комфортабельно. Я вполне смогу справляться один. Я надеялся, что проживание Александра без чьей-либо помощи подтолкнет его как минимум к поиску работы. И он начнет действовать. Но этого, к сожалению, не случилось. Я понимаю, что ему придется нелегко жить здесь одному. Но пора по-настоящему взрослеть. Надеюсь, что с этого момента он все же осознает свои ошибки и начнет меняться. А тем временем моя коллега Ирина Кириченко назначила Евгении встречу. Чтобы помочь ей разобраться в том, почему она столько лет жила с человеком, который постоянно ее унижал. Я такого еще не видела. Видела на фотографии. Жень, какие ощущения? Интересно, необычно. Сама обстановка мне нравится. Из моего раннего, далекого детства. Это мебель вся, эти ковры. Как-то, не знаю, мило все так. А вы бы жили в таких обстоятельствах, в такой обстановке? Да, жила бы и как-то бы, я бы, думаю, что приспособилась бы. Мы же не зря находимся именно в таком месте. Если представить, что это не игра, а все по-настоящему, и это ваша жизнь. Не просто квартира. Это ваша жизнь, где все перевернуто. Кто-то пришел и распорядился, чтобы предметы стояли именно там. Я ко всему, чтобы не происходило в моей жизни, стараюсь приспособиться. А что будет, если вы не будете, перестанете приспосабливаться? Я боюсь. Охватывает страх вот именно неизвестности и неуверенности в себе. Почему вы сразу принимаете обстоятельства? Почему вам страшно выйти за рамки? У меня страх, как на это посмотрят мои родные. А кто именно? Ну, в первую очередь, мама. С мамой у нас конфликты пожизненные. Я оказалась вот такой вот неоправдавшей надеждой. Она мне своим видом показывала, что я ее недостойна. Ну, что это за дочь? Это не дочь, это непонятно, что вообще выродилась. Я боюсь критики. Как ты могла это сделать? У меня, типа, все, сердце разрывается от того, что я вот увидела, услышала. Человек будет мне говорить, что ей плохо от того, что я сделала. А вы что в этот момент будете испытывать? Я виновата в том, что кому-то из-за меня плохо. Вы боитесь жить собственными желаниями. Когда мама или Саша навязывают вам свою точку зрения, или не спрашивая вас, принимают решения, они заботятся о себе. Да я понимаю прекрасно. А вы о ком заботитесь? О них, но не о себе. Почему так? Потому что так привыкла. А когда наступит та точка, в которую вы скажете, что больше... У меня такое впечатление, что у меня настолько этого предела где-то далеко, либо его не существует. Потому что есть моменты, когда мне кажется, что я терпеть уже не могу. Я продолжала терпеть, а потом я понимаю, что я могу терпеть и дальше. Саша, смотрите, вы зашли в эту комнату. Вы чувствуете себя комфортно? Уже нет. Вот честно. Мне хочется, чтобы это стало все на место. А что хочется сделать сейчас? Развернуться и уйти. Евгении понадобилось более часа для того, чтобы прийти в себя и продолжить разговор на очень непростые для нее темы. Жень, скажите, с какими ощущениями вы шли из комнаты? С ощущением тошноты. Надо было вот это вот до конца, чтобы стало настолько плохо, чтобы я поняла, что не нужно доводить себя. Я считаю, что человек находится в определенных обстоятельствах до тех пор, пока они его устраивают. Какая бы сложная у него ни была жизнь, как бы с ним несправедливо не поступали люди, если человек находится в этих обстоятельствах и с этим ничего не делает, значит, он получает какую-то вторичную выгоду. И какая у меня может быть выгода? А вот я у вас хочу спросить, какая выгода? Что вам дает состояние жертвы? Я не понимаю, как мне быть одной с ребенком. Страх одиночества? Вследствие ситуации в детстве вы решили, что нужно быть хорошей, иначе любить вас не будут. Но это было ложное убеждение. Вы считаете, что если вы будете покорной, делать все, что пожелает другой человек, он вас любит? Нет, он ему и пользуется. Жалею о том, что мне не хватало все время смелости постоять за себя, скажем так, да, отстоять свое мнение. И до сих пор, в общем-то, так, да? Да. Вы даже не пытаетесь сказать «нет, хватит». Я с этим не согласна. Почему? Я себя не чувствую, скажем так. Я знаю, что нравится моим близким, окружающим, а что мне нет. И даже спросить, чего я хочу, а я не знаю, чего я хочу. Для того, чтобы вы понимали, как вам жить дальше, вам нужно пробовать себя в разных ситуациях. Вы должны почувствовать, с чем вам хорошо, а с чем нет. Возможно, когда нет сейчас рядом Саши, это очень подходящий для этого момент. Не будет человека, который примет за вас решение. Мне кажется, у меня не получится. Вы не даете себе право на ошибку. И поэтому вы принимаете для себя решение, лучше совсем ничего не делать, и тогда не навлечь на себя осуждение и оскорбление окружающих. Но вы все равно это получаете. Вы понимаете это? Да. Вы не можете узнать, как вам жить и как вам будет хорошо, если вы не будете этого пробовать. С какими выводами сегодня вы уйдете? Во-первых, определиться, что... Ну, стараться определяться, да? Что мне нравится, что мне не нравится. И делать так, как нравится мне в первую очередь. И еще? Сделать то, на что бы вы сами никогда не решились. Преодолеть себя? Я даже не знаю, что он это. Мы вам в этом поможем. И сомневаюсь. Евгения по-настоящему начнет меняться только после того, как перестанет стремиться быть хорошей для всех в ущерб себе. А вот у ее мужа, наоборот, позиция потребительская. Из-за этого он не только ссорится с близкими, но и ничего не способен в жизни достичь. Когда возникают проблемы, Александр начинает винить в этом всех вокруг или перекладывает ответственность на жену. Но что будет, если, столкнувшись с трудностью, ему придется надеяться только на себя? Я решил провести для Александра особый эксперимент. В безлюдном месте мы вырыли яму более трех метров глубиной. И вскоре Александр узнает, почему мы встретились с ним именно здесь. Привет. Решение части твоих проблем находится на дне этого котлована. Готов их найти? Что-то надо бы для того. Впускаться вниз. Я хочу проверить, способен ли Александр в принципе действовать и преодолевать трудности самостоятельно. Задача очень простая. Выбраться из этой ямы. Ага. Жду тебя наверху. В этом котловане он остался один. Я буду наблюдать за его поведением со стороны. Съемка ведется таким образом, что Александр не видит ни одного человека из нашей команды. Мне хотелось реально, ну, блин, преодолеть что-то большее, чем просто выкоробкается из ямы. Пока что, кроме напускной бравады, Александр ничего не демонстрирует. И это вполне в его характере. Я думаю, что за этой самоуверенностью он попросту скрывает страх и растерянность. Лучше в туфлях было бы, конечно. Выбраться из ямы вполне реально. Для этого всего лишь нужно воспользоваться предметами, которые я специально там оставил. Нашел лопату. А это что? Пакетики? Да, ну ладно. А мы на время, нет? Что это за издевательство, пи***ь? Даже лопату какую-то, пи***ь, не дали. Бредятина, пи***ь. Александр начал злиться, но на его жалобы и возмущение никто не реагирует. Пи***ь, да? Ну ладно. Окей, хорошо. Попробуемать противно. Пи***ь, по сути, ожалели меня. Я начал проверять грунт и понял, что первые два метра из трех мои нижние – это песок, и вручную просто ты не выберешься оттуда. За эти полчаса при помощи лопаты он уже мог бы сделать пологой одну из стен и выбраться наверх. Надо было хоть шапку какую-то. На улице минус 10. Интересно, сколько времени он готов провести в этой яме? Ну, как бы, я был в яме один, соответственно. Мог надеяться только на себя самого. Как только Александр реально начал замерзать и понял, что никто не придет ему на помощь, он тут же начал действовать и понял, как можно выбраться. Был бы голос, я бы спел. Но мне как-то плевать, я умею капать. Посмотрел, с какой стороны еще ямы более-менее быстрее получится выкарабкаться. Можно реально сюда попробовать, да? Ладно. Наблюдая за действиями Александра, я понял, что он способен найти выход даже из самой трудной ситуации. Просто в жизни ему этим заниматься нет надобности. Ведь рядом всегда есть Евгения, который с готовностью будет решать все его проблемы. Я думал, что я буду там намного дольше сидеть в яме. Ну как? Что понял для себя? Вновь, в которое мы попадаем, мы загоняем себя сами. Сами можем так же само себя и вытащить при желании. Да. А я вот на что хочу обратить твое внимание. Твое поведение в яме, оно очень похоже на твое поведение в обычной жизни. У тебя есть две очень простые стратегии. Одна стратегия – это обесценивание и обвинение, которое срабатывает в том случае, когда рядом кто-то есть. А другая стратегия – это когда ты берешься и делаешь. Ты либо всегда должен быть один для того, чтобы быть эффективным, либо прекращай ныть. Прекращать, перекладывать то, что я могу сделать самым простым. Да, я понял. Теперь тебе надо научиться выкарабкиваться из твоих реальв. Я считаю, что вот то, что сейчас произошло, это в каком-то смысле такой вот символический первый шаг. Это очень, грубо говоря, символический, это до нового рождения, если так вообще прям. Пускай будет так. Главное, чтобы ты это понимал и пробовал вот то, что произошло здесь с тобой в яме, переносить в твою реальную жизнь. Получится? У меня получится. Я уверен на это. Договорились. Я едва ли не впервые вижу Александра таким доброжелательным и счастливым. Он не обесценивает, не упрекает, не ерничает. Мне кажется, в нем произошли такие перемены, потому что только что он самостоятельно преодолел это испытание. И ему и есть чем гордиться. И вот этого чувства гордости за свои достижения Евгения лишала его последние четыре года. Главное, что я должен был понять с этого испытания, если мы сами себя не будем вытаскивать и поднимать в своей жизни, то за нас это не сделает никто.